В Вышневолочке прошла благотворительная акция «Протяни руку лапе» для животных, выброшенных на улицу. Добровольцы собирают корма, лекарства и средства ухода. Волонтеры принимают все необходимое в пунктах приема. Подробнее в сюжете наших коллег из ТРК «Вышневолочок». В этом году появилось еще одно место сбора, куда можно было перенести все необходимое для брошенных животных. Им стал зоомагазин. Директор магазина Наталья Тихонова рассказывает, что с удовольствием присоединилась к акции, так как сама любит животных. У нее у самой дома семь собак. На руках у меня сидит этот подкидыш. Год назад нам его подкинули в магазин, мы искали ему хозяев, но мы и так и не нашли. И он у нас остался седьмым. Седьмое – это счастливое число, и мы решили его взять. К акции присоединились, потому что очень любим собак, кошек. И они не виноваты, что они бездомные собаки. Гостиница для бездомных животных оставлял каждый второй покупатель, рассказывает Наталья. Какие-то товары приобретали в магазине, а что-то приносили из дома. Так набралась полная корзина. А мелочь, которая осталась после покупок, складывали в специальную баночку. Так копеечка копеечки собралась приличная сумма, на которую купили большой пакет корма. Люди, которые клали в баночку денежки для бездомных животных, мы вот этот мешочек тогда покупали и передаем тоже туда. Все собранное для животных волонтеры несли в машину, где уже лежат корма, который отзывчивые жители приносили в другой пункт приема, расположенный в школе номер 19. Газель с ценным грузом едет к месту содержания бездомных собак. Когда-то здесь находился пункт отлова и передержки собак. Однако сейчас из-за финансовых трудностей закрыт. Но остались собаки, которых не удалось пристроить, и они еще ждут своих хозяев. Вот этого песика нашли в лесу. Он плутал и сильно истощен. Возможно, где-то его ищет хозяин. Мы целую неделю собирали корма. Нам откликнулись довольно-таки много жителей нашего города. Стараемся принести сюда в пункт, как можно больше собрать медикаментов, кормов и всего необходимого. Для того, чтобы приют для животных мог и дальше работать, инициаторы акции «Протяни руку лапе» создали специальный проект, который участвует в конкурсе «Доброволец года». Победа в нем даст возможность хоть немного изменить судьбу бездомных собак. У нас основная часть заложена на постройку новых вольеров для животных. С администрацией города мы разговаривали уже, что в городе нужно обязательно организовать пункт, который будет принимать животных, чтобы у нас было больше животных, которые находили дом. Поддержать проект может любой. Для этого необходимо зайти на сайт добро.ру, перейти на страницу с народным голосованием и выбрать «Вышневолодский проект. Протяни руку лапе». И, может быть, чей-то голос станет решающим, чтобы улучшить жизнь бездомных собак в Вышнем Волочке. Голосование продлится до 13 ноября. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!